Боже, мы вас сегодня вершим. Создавляю Господу, помилуй меня. И счастливайся, вершим Господи. Судойте, посвящен. Помилуй, святой дары, славу, миссию, молитву. Аллилуйя, аминь. Я вопрос задам. Есть такое выражение, говорит, нас мало, но мы в тельняшках. Что означает? Ну подними руку, кто может сказать? Тельняшка, знаете, что такое? Это морская футболка с полосами. Нас мало, но мы в тельняшках. Говори. Могу предположить, что нас мало, но мы заодно. Но мы что? Заодно. Хорошо. А еще что? Нас мало, но мы чего-то стоим. Это тоже хорошо. Еще кто знает? Нас мало, но мы справимся со всеми трудностями. Ну что? Мы справимся со всеми трудностями. Видите, сколько входит в это слово. А почему? Потому что эти люди в тельняшках сумели показать, на что они способны. И когда под Одессой нужно было на самой опасном участке все-таки выровнять позиции, бросали моряков. И они в атаку шли. Немцы называли их Черная Смерть. Черная Смерть. Плен, как вот сейчас, там ИГИЛ и прочее, плен никогда не сдаются. Ну, оглушили, его бросили, считали мертвым, отступали. И тогда вот его вылечут, и тогда представляют нас. Вот они не сдаются. Я хочу обратить к нам, мы не в тельняшках, мы в голые, если мы друг против друга. Вчера Сергей Павлович предложил организовать здесь занятие по дрессировке собак. Дрессировка собак это очень непростое дело, сложное. Настоящий дрессировщик должен сначала себя выдрессировать. Вот, говорят, собака такая-то там плохая. Плохая это хозяин плохой. У каждой породы свое назначение. Себя выдрессировать. Выдержка должна быть. Ты должен сразу определить, можно ли ее или нет дрессировать. Вот я считал, сам не видел, но видел по интернету. Держат собак. Им нужно, чтобы эти собаки были смелые. Медведя могли посадить. Вот это, где у ног у него тут шерсть, называется гачи. За гачи его хватали. Ну и спускает на него сразу собак там 5-10. А у него когти там вот такие там. И он как если разъединился, ударил, он так как бритва разрезал живот и шкуры нет. Это смелые собаки, они все погибают. Другая сразу за хозяина спряталась и выглядывает и тяф, тяф, тяф. Эти как только кончатся занятия, их выводят подальше, чтобы другие не видели, расстреливают. Они не нужны, они в дрессировке не поддаются. В них заложена эта трусость. Они играют будут, бегают, появляются как фаски сейчас. Тут года пошла уже две собаки. Они ни к чему не пригодны. Они не охраняют, не могут всыпиться в человека. Ну, то, что делает немецкая, так называемая, восточноевропейская овчарка. Учить надо себя в выдержке. Если определили собаку, которая схватила и отскочила, это те самые, которые надо. Я к чему это рассказал? Вчера, когда Сергей Павлович предложил это, мы стали обсуждать немного в это время. А здесь стоят вот в таком же порядке. Вот этот отрок, Коля, которому все Николай и Николай. Да Николай ему расти 70 лет. Коля. И вот Егор Второй. Что у них получается? Мы вот разговариваем, он очень хитрый парень. Он сразу по сторонам никто не видит. А мы разговариваем, он начинает щипать там. А этот отмахнулся, как от назойливой мухи, и никуда. Не развернулся, не влепил ему ничего. Чисто по-христиански. Он не может никак. Он начнет дальше ему строить, хватая с другой стороны. Я посмотрел, пока мы говорили, он не менее, наверное, 30 раз его щипнул. Со всех сторон, как беседных какой, вот так вот вокруг. Это, ты скажешь, а ты неправильный, это мой сын. И ты рад все сохранить. Пойдет в интернет это. Он минуты не может стоять, он кривляется и прочее. Я отхожу. Поэтому в свою очередь нет, и будешь стоять между двух старших. Иди, займи свое место. Между строгими учителями. Около себя я отвлекаюсь, говорю, а ты в это время выкомориваешь. Я такого еще не видал. Даже секунды одно не стоит. Этот опять от него отпахнулся, он начинает вот так вот, он опять. Он начинает вот, ну прям непрерывно, просто вот каждую секунду он новый подстараивает ее, говорит, а ты же что? А для матери он святой. А это уже как будто демон во плоти. А одну минуту, о чем говорили, он вообще не знает. Он ничего не слушает. Он знает только одно, кривляться. Даже сейчас вот на обед становимся, если кривляться в комнате будешь, вот так вот кривляться, а на обед за обед не сядешь. Понял? Повтори, что я сказал. Если я буду кривляться, я за обед не сяду. Правильно говорит? Да. Зашел через эти двери, тут палочки в руки не брать. Палочки все брали, Илюша. Вы можете выдвинуть глаз, доберут еще острые. Вам нужны мечи, я мечи сделал. Воевать можно с крапивой. Мечи деревянные, они их рубят, воюют. Это то, что я вчера видел, я посмотрел, я даже привыкший, всякая, я содрогнулся. Одной минуты, какой минуты, секунды даже не стоит. Непрерывно. Ты мать знала за ним это? Да. А как же ты говорила, Коля, там откровения какие-то? Ну что там может быть? Ему до уровня нормально мыслящего такого, а ему нет ни одного замечания. За сколько времени ты выбрал такого, привез нас. Это просто, ну, в глаза похвала, как укус горит змеи. Я скажу, что Господь так сделал, чтобы он делал, видел. Сейчас мы там пилили, и одна такая щурка, надпиленная, наполовину нету. А щурки надо откидывать в стороне, не рядом, где пилят, а в стороне. Егор кидает. Я вижу, это щурки нету. Ты ее нашел? Да. Она в стороне лежала. В стороне. То есть это в стороне, а она лежала здесь. В стороне. Он кидает и не видит, когда она, видно, что большая по размеру, то есть мозги не включенные. То есть это робот, он кидает, но она не допилена, ну видно, в пешку не засунешь такую. Ну, никаких, мечет и все. Нужно включить тебе тот потенциал, который есть в тебе. Еще раз говорю, ты должен поехать домой другим. Безответственность. Как получилось? Уронил тележка там, опрокинулась, что сойдет? Ничего не случится. Это кто-то должен брать на себя. Кто-то будет мучиться с тем, что ты не доделал. Мы здесь собрались не просто нам хорошо, как поется там в каком-то гимне туристическом. Нам хорошо мы собрались здесь. Нам хорошо, потому что мы во Христе должны быть. А какой это во Христе? Это стоит слушай. Я не знаю, все ли он понял, но только вот... А этот вот так, и вот Магнессон опять. Опять. Всякие рожи. Никто не смотрит. Он не на публику играет, он думает, что не имеет. Он не понимает, что с юркой идет. Это ты. И с этим ты приехал, и с этим думаешь уехать. Моя задача тебя другим выпустить отсюда. Чтобы я нигде не видел, что ты кривляешься, там рога строишь и прочее. Рога у тебя, а не у него. Он вел себя по-христиански. Но я за себе подумал, если в таком возрасте я был, не знал Бога, я бы вытерпел, нет? Я бы вот так вот поднял руки, вот на уровне головы. Я стоял вот так вот. И как только он меня тронул, я потянулся бы, вроде бы, я бы не трогал совсем. Я бы его шип за скамейку, он из-за стола бы выглядывал, три дня сидел. Я бы его не бил, ничего, но я готовился на это. Разные способы, которые вижу, борьба без правил, я самостоятельно дошел до этого. Самые уязвимые места. Никто не поверит, что я был за рулем машины. Машину вел в ночное время, а другой в дневное, где ездили. Все оставил. Да на каких машинах еще? Ты понял? Смотри, говорит, косой не попадаясь. А так кто сказал? У них раз, вот дед Мазай, когда зайцев выпустил, оленя на острове, на котором был, он там в Шушенском, маленький островок, там зайцев не видно. Так он набил их столько прикладом, что лодка тонула. В демон. Зайцев в беде такое. Дед Мазай перевел, а этот дед всех переколотил. Хоть бы одного, говорит, оставил. Так, у нас у всех какое-то занятие. Если вы знаете, чем заниматься будете. Виктор Николаевич говорит о каких-то досках, куда перевезти, туда зачем, там никто не пилит. Только сюда. Там они лежать будут на самом... Там никто не живет, а там растет такая трава, нам не выбиться из нее. А здесь мы постепенно расколем. Если не гнильем, можно привезти сюда и вывалить ближе к этому. Виктор Николаевич. Там гвоздей много, опасно очень. Ну а в гвозди зачем? Они не разбросаны, в куче лежат, в гвозди никого не трогают. Если лежат в куче, и он лезет на гвоздь, это он вы здесь брал такое. В кучу не надо лезть. У меня сегодня с утра, представь себе, так, 4, 5, 6, 2 с лишним часа почти провел только за интернетом. Какие люди, какие отзывы. Как идет, да? Ну, переживаю, что когда пилить будем, что об гвозди пилы... А пилить будем и вручную. Каждый мы осматриваем, каждый вес. Можно вытащить. Какие-то обрезки, может, на счет его скворечники сгодятся. Я люблю такие доски. Так, у кого жалобы? У кого какие-то недоразумения между собой? Вы знаете, что сегодня с утра, ну с утра это может быть часов 10, начнется операция у мамы Нестора и Просини. Там второго два хирурга показали, и там занятия по-русски идут, и там отзывы пошли уже, что молиться будут, и будут молиться, чтобы Господь совершил, что как Ему угодно. Рах, желудка, это очень серьезная болезнь. Вот человек говорит, у меня что-то болит. Я говорю, а что у тебя болит? Да вот ноет там нога, там заснуть не могу. Это еще не болезнь. Болезнь, когда желудок не работает. Когда не рак никакой пищи. Поэтому я себя всегда считаю здоровым, у меня аппетит прекрасный, я его удерживаю даже. Никто не поверит, что за полтора месяца в армию пошел, на 10 килограмм поправился. На 10 килограмм. То есть я какой год? Потому что она правильно работает с заключенными, строго режимами, а я только кончил техникум. 7 месяцев, без выходных, без смены. И там каждый себе топор вешал. Дай проценты. 103 процента, и мой день, один проработал за 2 дня. А если 121 процент, один день там, за 3 ему засчитывается. И поэтому каждый требовал, а делать не делал. А я ничего не знаю, только на картинке видел. Иначе? Так что смотрите на собой, начинаете трудиться. А что самое главное в этом? Труд над собой, отвергнись себя. Господь говорит, кто не отвергся от себя, не несет крест, не достоин меня, не достоин следовать. А я христианина, то есть я уже следую. А себя, какой был, такой и остался. А какой крест? На тебя неправильно сказали, поношение какое-то. Уверующая просто. Велика ваша награда на небесах, когда имя ваше пронесут как неугодное сыну человеческому. Все. Это не надо оправдывать, не надо показывать ничего. Вот на меня нападок, я думал вначале, ну больше всего на патриарха, сейчас вижу нет. На Путина нет. Может на меня это все вываливается? Ежедневно притом. Ежедневно. Притом, если отзывы идут, пять отзывов, четыре отрицательные. За ролики, которые мы выставляем здесь, что с детьми, ребенок тут заплакал, или такие добрые, а говорят живоглоты, у которых ничего за душой нет. И как я ни одному, ни разу не ответил. Даже спрашивают, ну редко-редко отвечу, когда спрашивают, ну срочно адрес найти человека, надо. А они говорят, он не отвечает, за него модератор работает. Под моим именем частенько ходили бригада печников, набрали моим именем, он говорит, нас посылает, он сам и работает. А сосед говорит, так у меня, он у соседа делал, он не от комбината приехал, он говорит, ну сделайте печь. Пришли какие-то люди, они делали две недели, там пили, гуляли, а я за день две пищи делаю. Потому что разница большая. Это Бог так делает, и как это благодать. Я вспоминаю это, время благодати. Вот мы сейчас садимся за стол, туда не садиться больше, на этот конец. Корточку полностью откройте, дышать. Кому дует, садите на этот конец. И все, вопрос решился. Батюшка позвонил, баранины, сказал, говорила мне, с утра звонил. Сказал, чтоб сейчас прямо приехал и забрал. Так, батюшка утром позвонил, удивительное дело, кажется, еще и полшестого. Это вообще рано. Говорит, у вас по уставу мясо разрешается? Я говорю, батюшка, мы никогда не запрещали, тем более лагеря нету. Ест каждый, что хочет, хоть лягушек лови, варь надея. Китай все едят, что сморжался. Французы едят, это деликатес у них считается. Лягуши, черви разные, жуки, они все едят. Саранча, когда фонари разгораются, вот это вот, они падают, и бабки их собирают, толкут, и из них котлеты делают. Это саранчи, там много белка. Я сказал, разрешается, поэтому баранинка будет, возьмите, платочки, нос вытирать, они руками, платочки не для меня нужны, для вашего носа. Нету? Домахался? Есть. Так, все. Садимся за стол. Давай. Вчера пришло сообщение мне от Михаила Кальмаева, что Госдума... Что русский гражданин, когда гражданин. Да, да. И как раз у меня сейчас вопрос отрешается, что помолились. Уже приняли, Госдума приняла. Новый гражданин. Русские, когда получают паспорт, они будут говорить, я такое-то, имя, фамилия, отчество, клянусь, соблюдать Конституцию Российской Федерации. Ну и дальше все говорит там, традиции, все собирает это. Я сегодня засчитал и выставил это дело. А в Америке это уже десятилетие, если не столетие. И русские, когда уезжали, слово клянусь, некоторые не принимали, их обратно возвращали. А как? Государство о себе заботится. И тогда его легче к суду привлечь. Ты расписываешься, а ты против Конституции, что на Конституции там могут быть добавки или что угодно, и комментарии. Сегодня такое, а зато по Конституции будет христианство закрещено, в Библии, в доме, чтобы не было, и ты себе подписал прием. Да-ка, паспорт не дадут. Не дадут. Если они решили, они не дадут. А кто принимает? Депутатов там много. И все получают деньги. И получают очень-очень большие деньги. Речь идет о миллионах. В миллиардах. И без них. Они решили как бы от имени народа. А я его не избирал и от меня не делал ничего. Что делать? Сам решай. Я ничего сказать не могу. Ну, а как бы ты поступил, я не принял. Слово клянусь, сказал заменить на другое. И дальше я сегодня разобрал по порядку. Почти все слова под сомнением. Все, что там говорится. Какие традиции женщины в брюках. Я за традиции. Чтобы женщин содрать брюки все и зрубить. Я подписываюсь за это. И сегодня буду ловить женщин. Но это традиция. Посмотрите на снимки старые, древние. Нигде женщины в штатах не ходили. Даже вот после войны 53-й год еще показывать. Ну, идет там тогда снимок, съемки-то шли. В брюках ни одной нет. Ни одной нет. Ну, а мусульман у них 1300 лет застыло на одном месте. Платье до полу и хиджаб. Я бы не принял. А кто не примет, дальше будет сказано вот высылайся в резервацию. Вот это мне и надо. Там резервация прокаженная, мне нужны благовестники. И я туда пойду. Но сегодня я паспорт не получаю. Назад у меня его не отберут. И слово клянусь категорически запрещено. Кто клянется, Златолус говорит, на порог храма не запущу. У нас должно быть да, значит да. Нет, хоть ты забей меня, хоть ты куски режь. Нет, значит нет. И завтра нет, и послезавтра. И мой ответ, завтра не может быть другим, чем сегодня. Так что мы это знаем. Уже он тоже прислал мне. Ну и вот такой ответ. Я другому не говорю. Ты как хочешь поступать? Хоть сто раз клянись. Тебе полная свобода дана. Но с тобой я знать уже не буду. Ты клянешься, значит предатель. Предатель Слово Божие. Яков говорит, не клянитесь. И дальше говорит. И Христос говорит, не можете волос сделать белым еще. А я могу накрашу. Нет, это краска. Ты волос сам не сделал таким, он остался прежним. Понимаешь, что такое прежний? Родители оба азербайджанцы или кто у них длинные носы? По природе такое. Там горбоносцы. Их видать, кавказской вешности говорят. Ну и они решили все-таки переделаться под русских-то. И на это склоняются снимок там. А ребенок родился с таким же носом, какой у них был. А нет, операцию сделано, а ему как сделаешь? Он такой же родился. Такой же длинный нос и горбоносый. Вот и все. Это нельзя переделать. Это в природе. Еврейский народ. А на него написал статью душевную. Это горбоносая, пущеглазая сволочь. Это таким вот гуком и заголовок. Напротив него был суд, его посадили. Сейчас евреев нигде не трогать. Евреи его, видимо, подсказали. Теперь он только на мусульман. А до этого с мусульманами братался, ел и пил. Мне это не подходит. Петерезе выступает за военные дела. Какие военные дела ты? Да он военный офицер. Да сегодня, как ты учился 20 лет назад, даже близко этого нету. Нигде не подыгрывай никому. Ты всем извести о Христе. Все. За стол. Господи, помилуй меня, грешен. Как сели, ни одного слова, чтобы не было. Палец поднял, все решилось. Разговаривать может только старший. Говоря о дне. Гуляя. Все дни. Все дни. Все. Все.